Жители многоэтажки в Уральске опасаются за своей жизни. Они рассказывают, что со стен здания падают кирпичи. Если ситуацию не решить, в срочном порядке возможно повторение трагедии, которая произошла в прошлом году, когда на женщину упал кирпич, и она скончалась. Наши корреспонденты выяснили, как ответственные лица собираются решить эту проблему. Объект, представляющий опасность, находится в центре Уральска. Речь идет о 64-квартирном доме 1961 года постройки, который расположен по адресу проспект Назарбаева, 219. За 63 года здание заметно обветшало, прохудилась крыша и разваливаются стены. Дом под номером 219 по проспекту Назарбаева представляет настоящую угрозу для местных жителей. Они говорят, что с крыши дома на площадку перед дверью подъезда регулярно падают кирпичи. И боятся повторения ситуации, когда с дома напротив на прохожую упал кирпич, и она скончалась. Жители прислали в редакцию запись, где видны несколько крупных обломков и множество мелких осколков кирпичей. Все они упали с фасада верхних этажей. Вес облицовочных кирпичей превышает 2 килограмма. При падении с большой высоты силы удара кратно увеличивается и представляет опасность для человека. Жительница данного дома Наталья проживает здесь более 26 лет. По ее словам, никаких действий по улучшению состояния дома предпринято не было. Безысходность у нас кирпичи падают. Вот пройдем, потом посмотрим. Там везде у нас висят надписи. Я сказала, что вот на магазине у меня возле двери висят. Потому что падают. Сейчас осень, зима начнется, падают. Это кирпичи вообще невыносим. Может, любое время человека убить. На козырек упал, и от козырька отлетает вот сюда. Прохожие идут. Все. Вот так страшно здесь. Дети со школы идут. Ребенок же не только идет, он может встать, постоять. И все. Жители на протяжении многих лет обращались в различные инстанции, но ситуация не меняется. Они подали заявку на модернизацию крыши. Ответственные за программу должны были выполнить ремонт бесплатно. Однако из-за паводков он был отменен. Бесплатные программы отменили. Отменили? Ошибаетесь, да. Нет, не будет такой программы. В этом году точно не будет. У нас готовый проект крыши. У нас все готово. У нас все готово. Мы провели несколько совещаний по созданию управляющей организации и проведению капитального ремонта. Однако из-за отсутствия кворума эти мероприятия не были реализованы. Жителям рекомендуется создать товарищество собственников жилья. Пока этот материал готовился к эфиру, в дом прибыли специалисты для изучения состояния дома. Однако надежды на скорый ремонт здания жильцов оказались напрасны. Сегодня мы поехали отвозить туда эти опросные листы. Приехали рано, начальник был на месте. Мы к нему зашли, начали рассказывать все это. В итоге я у него спрашиваю, вы нам в этом году сделаете крышу или нет? А он нам ответил, нет, в этом году мы вам ее не сделаем. Мы говорим, а почему? Ну, проект. Я говорю, мы звонили проектировщику. Проектировщик сказал, что в связи с тем, что вы тут раз отказались, потому что на бесплатной основе вы решили, мы заморозили ваш проект. Мы начали, но заморозили. И он нам так категорично отвечает, что нет. Я говорю, ну вы понимаете, что у нас кирпичи, как нам быть? Ну я не знаю, как. В то время, пока ответственные лица находятся в раздумьях и поисках решения проблемы, жители продолжают оставаться в опасности. С каждым днем состояние дома ухудшается. Жильцы опасаются, что безответственное затягивание ремонта может привести к непоправимым последствиям как для самого здания, так и для его обитателей и просто мимо проходящих людей.